Всем привет дорогие друзья, с вами Гидон и мы продолжаем проходить Life is Strange Before the Storm эпизод 1. Итак, мы находимся на вот этом прекрасном смотровом местечке и мне нужно помочь Рэйчел посмотреть в бинокль, потому что у нее был единственный четвертак, она его опустила туда и оказалось, что бинокль-то не работает. Будем что-нибудь придумывать. Блин, ну и старое дерево. Стоп. Стволовая гниль? Чего? Узкие кольца обозначают времена засухи, болезни или возобновления роста после лесного пожара. Ага, ясно. А вон дуб какой-то есть. Одинокий дуб одинок. Ведь мы среди деревьев бывают изгои. А красивый дуб. Как он так вырос, почему? А это кажется и правда работает. Кажется, его можно вскрыть, только было бы чем. Ладно, пойдемте поищем чего-нибудь. Статуя исследователя. Балдежно сработал этот Дуайт Мюллер. Но, эй, где все исследовательницы? Наверняка стирают шматье и штампуют детей. Пошел ты, Дуайт. Отвага с северо-запада. Этому Блэкулу реально нравилось основой то, что до него уже было. Видимо, тихострелый ушел, называется основал. Ха-ха-ха. Посидеть, посмотреть. Просто день в парке. Вместе с Рэйчел Эмбер. Знаете, это ощущение, когда с тобой происходит что-то офигенное, и ты сразу об этом и не понимаешь. И не задумываешься, а когда начинаешь, ты думаешь все больше. И чем больше ты думаешь, тем безумнее все кажется, а в итоге ты паникуешь, и момент скатывается в дерьмо. Да, очень не надо сегодня до этого доводить. Ну, я постараюсь. Что я могу сказать. Если бы тут была Макс, она бы наверняка сделала черно-белую фотку и назвала ее потерянной невинностью или типа того. О, белки. Дать даров природой мало. Не буду пугать белочек. Интересно, смогу достать четвертаг с этой штукой? В честь Мартина Льюиса Прескота, величайшего сына Аркадия Бэй. Да, Прескоты здесь давненько живут. Сильно корни пустили. Ха, не слишком банально. Ау? Оэ? Оэл? Что-то. Я все утро говорю прости. Да, признаю. Было очень глупо запилеть ключи в машине, но ты уже три часа дуешься. Ага. Отдыхающие что-то не особо отдыхают, я вам скажу. Ну да ладно. О, не оздышко. Здесь, наверное, что-то окрыляющее возможности построить дом. Там где-то есть. Из того, что есть вокруг. Действительно. О, винишко. В моей иерархии потребностей наверху дурь. Потом идет пиво, потом вино. Но все-таки винишко стильная штука. Хотите устроить ссоры на публике? Ты хоть будь неприличными, найдите интересную тему. Здрасте. Мелочи не одолжите? Извини. Может, мы что-то недоедим. Стоп, что? Я не... А что это у вас тут? Тут все хуже и хуже. Тихо, она же рядом. Ты считаешь, что я, блин, бомжарка какая-то, что ли? Наркоманка бом... Ну... Да, конечно. Да вроде чисто одетая. Чего прикопались? Охренели, что ли? Так, а что за тотем-то? Сейчас вот ему устроим. Ого. Офигенно. Ага, официально. Прогуливая, я узнаю в разы больше, чем ходя в школу. Племенной тотем Салиши. Ворон символизирует преобразование. Умоляющееся лицо выдает его коварный дух. Среди Салиши и других коренных народов были очень распространены истории об этой птице. Бытовало мнение, что он даже помог создать первого человека. Ворону нужно уважать, однако доверять ему не следует. Что хуже, чем унижаться ради мелочи? Унижаться ради мелочи и обломаться. Че, и все, что ли? Серьезно? Вы меня просто послали? Мать вашу. Вы охреневшие уроды. Че мне сделать теперь? Тут ничего, с ними не поговорить. Может пойти к Рэйчел? Может вместе... Вместе прессанем? Упырей. Табличку я не смогу добыть. А там чего? Не, ну это выход. Я тут подумаю вскрыть этот бинокль. У тебя ножа не найдется? Ножа? Да, мой забрала мама. Нет, пилочка на ногтей подойдет? Ну, пырнуть можно и пилочкой, наверное. Ну да, само собой, давай попробуем. Конечно, давайте попробуем. Так. Хлоя Прайс. Нейтан сказал мне про тебя кое-что. Долбанутая. Ты кем себя возомнила? Он в тебе не нуждается, чмо. Вали в свой трейлер. Кстати, Рэйчел Эммер точно попользовалась тобой прошлой ночью. Повезет, если она вообще станет говорить с тобой. Блин, почему я не заметила? Я так страдаю. Это только начало, сучка. Блин, ахрен... Стоп, там новое сообщение. От Майки. Мой брат не всегда такой... Что там? Сорян насчет Дрюни, твоя вина. Мой брат не всегда такой козел. Всего лишь большая часть времени? Забей. Прикольно. Последствия всякие. Так, сейчас отфигачим табличку с именем Прескотов. Ибо Нех. Ну, пилочку-то зачем выкинула? Она Рэйчел-то нужна, наверное. Не просто же атака, она и носит в кармане. Чтобы клясть таблички с надписями, нужна настойчивость. Так. Осторожнее, там Уэллс на тропе войны. О, нет. Серьезно. Просто пытаюсь помочь. А, ну да. Ты меня убила с утра. Чувиха. Это не работа Гэма. И да, спасибо, что сыграла с нами. Майки прям забалдел. Он норм. Он кислый был в последнее время. Не знаю точно почему, но сыграть с тобой для него много значило. Пилку-то чё выкинуло, блин? Кстати, её нету. Ну ладно. Активирую силу Прескотов! Монетка. Не хочу хвататься, так что дам сделать это за меня. Плэй Прайс, ты истинная заклинательница обзорных биноклей. Преклоняюсь перед твоим могуществом. Ладно. В чём суть игры? Ты ищешь нам людей для слежки, а потом мы вместе представляем их слова и мысли. И это всё? Да я ну каждый урок это делаю в мыслях. Видишь? У тебя талант. Давай попробуем. Не зажарит ли нам пару белок, пока не ушли? Боже мой. Да у тебя лучшие идеи. А почему вот насчёт неё ничего нету? Ну ладно. Так. О. Няшная шапочка. Чём она думает? Да. Тут красиво, но я предпочитаю смотреть на виды природы с компа. Ах. Да. Ну и трава. Где зелень? Скорее бы тут все захватили машину. Прусь с этого парня. А чё он сейчас думает? Я двигаюсь и двигаюсь, а трусы всё не отлипают. Как трагично. Но и прекрасно в своём уникальном роде. Ай, блин. А что у нас с этими двумя? И сказал Господь, Сим, должен ты оставить мне раскалённое подношение своего первенца. Кем ты сейчас разговариваешь, пап? Ни с кем, сынок. Так, наклонись к грилю и посмотри, горит ли огонь. Ближе. Ближе. Вау. Ого, это было мрачно. Лишка мрачно. Идеально мрачно. Весело. Кто следующий? А? О, извините. Я не жму, я увлеклась просто. Фу, джекпот. Начинаем долгий засос через три. Два. Один. Есть. Вот же, блин, да тут не просто поцелуйчик. О, милая, мне кажется, мы переборщили с этой вибропостелью. У меня два яйца в глазах. Рэйчел? Она их знает, да? Эй, ты в порядке? Что мы делаем? Что, прости? С меня мешком не ударили, ты вроде как Хлоя Прайс. Сколько мы уже прогуливаем школу? А до сих пор не бухие. Мы точно нарушаем какое-нибудь правило прогула. Не знаю, может, у меня еще похмелье с прошлой ночи не прошло. Ответ неверный. Нельзя пригласить девушку, а потом не купить и выпить. Она их знает. Это либо ее отец, либо ее мать. Скорее, я ставлю на отца. У них есть бутылка вина. Давай сопрем. Да, или мы могли бы поискать ЛК-маркет. Нет, тащишь в общественный парк бухлоток, делись, правильно? И в жопу, я просто хочу взять чужое. Ладно, я пошла. Попробую подыграть. Вот у нее бомбануло-то, а. Мы можем чем-то помочь? Нифига себе. Ты, блин, к слову об актерстве, лучше действовать быстро. Больше действовать быстро. Слава богу, пожалуйста. Ей плохо, зови на помощь. Нужно оставить этих двоих сосороточиться на Рэйчел, тогда я стащу вино. Чего ты ждешь? Ну же. Я тут при чем? Гляньте лучше на этого мясника. Я не помню, как делать рот в рот. Тут надо либо взять яйца в кулак, либо сломаться. Так, внимательно, я сейчас проверю ей пульс. Он же на шее, да? Все равно я считаю, что ты должна позвать на помощь. На другой стороне парка есть рейнджерский пост. Точно, а мы показания присмотрим. Да вы посмотрите, сколько времени мы уже потеряли. Этой девушке нужно сделать искусственное дыхание. Сейчас же. Ага, искусственное дыхание, без вариантов. Ладно, ладно, ладно. Ты сможешь. Я не смогу. Позоришь. Слушай, от нее явно не будет толку. Этой девушке нужна помощь кого-то, кто знает, что делает. Эй, посмотри на меня. Ты хочешь быть по ту сторону двери машины всю свою жизнь? Или ты готов пробиться внутрь и сходить ключи к своему потенциалу? Боже, ты права. Я думаю, его девка сейчас просто взорвется. Нет? Ох, ничего себе. Да, да, мне лучше. Вы спасли мне жизнь. От всей души благодарю. Да, все отлично сработали. Всем добра. Это было великолепно. Ты герой. Ну, наверное. Ого, там залилась нормально так. Держи. Ты заслужила. Ну, ты так в говно, я думаю. Не, не, спасибо. Ты заслужила ее больше, чем я. Как хочешь. У-у-у. Ого. Нормально так. Я сейчас невыносимо трезвая. Так, ладно. Теперь мы, видать, уходим. Да. Ну, походу, это ее отец был. Мне так кажется. Я не уверен, но, скорее всего. Да. Да. Солить такое увидите, ага. Офигеть. Опять же, неблагополучная семья, и мы видим... Поведение. Что тут сказать? Плохо... В отношениях родителей. Плохо в поведении ребенка. Все... Напрямую. Взаимосвязано. Если они делают все неправильно, почему я не могу? Ну, кроме того, привлечь внимание. Много-много факторов, но это все... Видно... Насквозь. Прямая связь. Офигеть. Офигеть. Эй, зацени. Что? Что? Это же та свалка. Да, та самая свалка. Черт возьми. Я вспомнил кое-что из оригинала. Стремный манекен. Ну, супер. Куча барахла. Да, суперская куча барахла. Давай исследовать. Ты... Ты веселись, Хлоя. Я, пожалуй, присяду. Рэйчел стала как-то холодно себя вести после того, как мы ушли из парка. Что с ней такое? Я сразу догадался. Ну, ладно. Ммм. 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 Я, конечно, слышала, что у актеров настроение скачет, но, блин, Рэйчел, не скачет у меня настроение. Просто мне нужно личное пространство. Надеюсь, ты не возражаешь? Хорошо. А хотя нет, нехорошо. Мне казалось, что мы отлично проводим время. Почему ты себя так ведешь? Никак я себя не веду. Просто прямо сейчас я хочу побыть одна. Ладно, понимаю. Я не самый простой вообще ни человек, у меня не так уж много опыта в таком деле, как дружба. Не все крутится вокруг тебя, Хлоя. Я не говорила такого, просто сказала, что поняла. Нет. Ничего ты не понимаешь. Сука! Ладно, до сих пор не представляю, что у Рэйчел случилось, но, похоже, когда она злится, начинает все крушить. С этим я справлюсь. Бинго! Устроим шоу. Эй, зацени. Обычно я не пью пиво, но когда это случается, я пью его рядом со старым толчком. Яблочко! Дашь посмотреть? Конечно. Я просила оставить меня одну. Да ты издеваешься? Я понимаю, что ты у нас королева школы и все такое, с папочкой и прокурором. Идеальными оценками целующие твою идеальную задницу Виктории Чейз. Ну, серьезно. Пошла ты. Отлично. Я ухожу. До скорых встреч, Хлоя. Ты не можешь так уйти. Могу и уйду. Рэйчел, подожди. Не уходи. Почему? Потому что я не хочу испортить это, как уже испортила все остальное в своей жизни. И что ты имеешь в виду под этим? Настоящую дружбу. Я думала, что Хлоя и Прайс не нужны, друзья. Я тоже так думала до сегодняшнего дня. Мне кажется, одной быть проще, если считаешь это собственным выбором. Прости меня за то, что я сделала или не сделала. Сегодня был лучший день в моей жизни до того, как погиб мой отец. И опять я умудрилась каким-то образом все просрать, как всегда. Потому что я сраная неудачница. Хлоя, прошу тебя. Я не хочу больше быть одна. Хлоя, прости. Я не могу объяснить тебе причину и понимаю, что это несправедливо, но... Сейчас я не могу быть твоим другом. Не можешь или не хочешь? Разве это имеет значение? Мне действительно очень жаль. Прощай, Хлоя. На самом деле, она во всем виновата. Это ее проблема, ее злость и ее негатив. Но она переложила ее просто на Хлою. И в итоге Хлоя думает, что все испортила. А на самом деле, Хлоя ни в чем не виновата. Нахер это место. Вот это выбор. Фальшивая пустышка. Тут у нас еще подходит под это описание. Иди нахер, Рэйчел. Что там? Хлоя? Хлоя, Хлоя, беспокойся тебе, пожалуйста. Дай мне знать, все ли в порядке, хорошо? Из школы звонили, думаю, ты в курсе. Завтра на встрече с ректором. Ответь, ответь. Ну, ответь, я не могу ответить. Здесь нет такой кнопки. Никогда не понимала, почему ты, Макс, так тащишься от камер. Ты миллион наших фоток делала. Ни одна из них не подвещала, что ты уедешь, когда ты была мне так нужна. Нахер камеры. Ачивка, изобрази свой гнев. Даже не так. Встретиться со своим гневом, как-то так. Ого. Жестко. Если хочешь разрушить семью изнутри, бери с собой подходящие инструменты. Пошел нахер, Дэвид. Черт. 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 Продолжение следует... 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 Держи. Клое, я должна перед тобой извиниться. Не... не беспокойся об этом. Нет, я серьезно. Встреча с тобой... это... тружба. Для меня она значит больше, чем ты можешь себя представить. Я просто хочу, чтобы ты знала. Мне повезло, что сегодня ты была рядом со мной. Ты крута, Хлоя Прайс. Что? Помнишь того урода байкера, который не пустил тебя на лесопилку? Ты его сделала и прошла. Ты видела? А тех говнюков, которые поднялись за тобой? Двое против одного, но ты не позволила им себя унизить? Я бы померла не бросить эту бутылку. Ты меня вдохновила. А Дрю? Который задирал Нейтана? Ты решилась дать ему отпор. А вот это было неплохо, если честно. Вот видишь? Ты не притворяешься, Хлоя. Я таких людей больше не знаю. А еще ты пошла со мной, не задавая вопросов. Ну, мне особо-то не нужна причина, чтобы прогулять школу. Чувствую, завтра будет ад. Да моя мама обойдется без домашнего ареста и сразу приговорит меня к смертной казни. Мой отец накажет меня тем... Тем, что... Мне жаль, Рэйчел. Нахер его. Я бы все отдала, чтобы свалить из этого места и никогда не оборачиваться. А что нас останавливает? Нас? Ты серьезно? Меня здесь ничего не держит. Больше не держит. Если бы я пришла к тебе завтра и сказала собирать вещи... Я серьезно. Давай же, Хлоя. Давай свалим отсюда навсегда. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Она управляет ветром? Я сначала было подумал, что она управляет огнем, но судя по... ...потокам, она управляет ветром. Ничего себе. А дуб жалко. Дуб был шикарный. Ну вот, кажется, и конец эпизода. Лесные пожары. Помните? Он говорил про лесные пожары. Этот парень-то... в школе. В школе. Так смотрят спокойно, будто бы, я не знаю, это каждый день происходит, и совсем не стрёмно, что сейчас это всё дойдёт до них, и дом сгорит. Но забавно, что заканчивается так же, как и в оригинальном Life is Strange. Все смотрят на какое-то событие, которое затрагивает всех сразу, но при этом оно тесно связано с нашими главными героинями. Кто это такая? И почему она улыбается? Очень, очень интересно, дорогие друзья. И я думаю, мы всё узнаем, и я даже не знаю. Я даже не знаю, чем у нас закончится. Я не думаю, что закончится чем-то хорошим. Хотя, кто его знает? Может быть, любая концовка. Но... Погибнут люди. Ну, понятно, кто погибнет, да? Это мы и так знаем. Хлоя только об этом не узнает. Не буду говорить. Я уверен, что большинство из вас, кто смотрит вообще это летсплей, конечно, уже смотрели оригинальный Life is Strange. Ну, может, кто-то не знает, поэтому и не буду говорить. В общем, что я могу сказать? Молодцы. Молодцы. Сделали очень хорошо. Буквально прошлись по стопам Don't Not. Молодцы. Очень хорошо сделано. Качественно, интересно. Эмоционально. Глубоко. Мне очень понравилось. Встретимся с вами, дорогие друзья, в следующем эпизоде Life is Strange. Давайте посмотрим итоги. Значит, большинство напали. Ну, я понимаю. Я понимаю, что большинство будут отыгрывать Хлою, какая она была у нас в оригинальном Life is Strange. А я лично играю в этот сезон, все-таки, да? Лучше назвать сезоном. Играю именно для того, чтобы не сделать то же самое, что случилось у нас в приквеле, что было... Ой, не в приквеле, что у нас случилось уже в оригинальной Life is Strange. И прийти к тому же самому. Я хочу что-то изменить. Что-то привнести свое. Иначе на кой фиг я играю? Мне интересно, смогу ли я поменять как-то характер Хлои. И что изменится, мне очень интересно. Естественно, естественно, будут... Вот, смотрите. Опять же, по выборам. Они отыгрывают такую панкушку крутую Хлою, которая на всех нападает. Со всеми задирается. Естественно, у нее будут отношения с Рэйчелой. Не просто дружеские. Я понимаю, что... Вот 75%, естественно, сказали, что больше, чем друзья. Мне лично это неинтересно. Мне лично интересно узнать, что можно сделать. Как можно повлиять на ее характер. Как можно ее изменить. Потому что тот путь, по которому сейчас я даже вижу по беглому осмотру. Тот путь, по которому пошло большинство. Это именно тот путь, который у нас был в основной сюжетной линии оригинального Life is Strange. И мне это не кажется интересным. Совсем. Поэтому я лично... Буду идти по другому пути. Попытаюсь поменять ее характер и посмотреть вообще, что из этого выйдет. Черт. Я никому не позволю красть у меня. Мне, мать его, нужны мои деньги. И, дорогие друзья, следующий эпизод называется О Дивный Новый Мир. И, скорее всего, это будет Фрэнк. Хотя, кто его знает, кто это может быть. Встретимся в прохождении второго эпизода. А на этом у меня все. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей... Миссии. Субтитры сделал DimaTorzok